Привет, администратор. Слышите, у нас такая ситуация, вот парень военный, у него есть военный билет, его воровали, а не мать и переночевать до завтра. У вас можно остаться? В смысле, у меня паспорт же есть? Ну, документы есть, но нету денег, нету. Все выделится. А как я... Ну, ну, шо ему делать, на улице спать? Нет, милицию под отделением, милиция под этим. А у вас нельзя остаться переночевать? Нет, конечно. А сколько стоит постел? 170 гривен. Я думаю, он завтра найдет, 170 гривен вам отдаст. Я завтра смену передаю. Я понял. А вы не можете вас затем зателефоновать? Я думаю, мы зателефонуют. Это не бомжи. Вы маете... Понятно, что бомжа можно не прийти. Парень, вот, после контузии, надо переночевать. Я ничего не маю против, но я тут работаю администратором. Ага. Это не мой хостел. Ага, понял. Меня потом зацело штрафуют. Нет, я думал, у вас есть какие-то плюшки, там, если парень военный, можно переночевать бесплатно. Нельзя, да? У нас даже по военному билету не... У нас такое по паспорту оригиналу и по заграну паспорту. Ага. Хорошо. А если я заплачу за парня, вы его можно, чтобы он остался? А военному билету мы не можем... Тоже нет? Тоже нет. Тоже на вокзале спать, да? Нет, не на вокзале. В любом. Ага. Военный билет это ничего не значит. То есть ему в приватбанке даже карточку делали, даже восстанавливали. Вы ко мне какие-то где-то... Нет, я хочу понимать. А я вам объясняю. Я заплачу за парня, можно ему остаться? Вот у него есть военный билет. Вот завтра меня штрафуют. Зашел вас штрафуют. За то, что я поселила по военному билету. У парня вот военный билет, он может остаться? Я заплачу. Подойдите, подойдите, прочитайте. Зачем мне читать? Я заплачу за него. Причем здесь? Прочитайте правила правила. Я заплачу за него. Причем здесь заплачу? Я фото сбрасываю в группу. И это видит руководство. То есть военный билет для вас... Вы не слышите? Я спрашиваю, военный билет для вас ничего не значит? Для меня, да, но я на работе. Для администрации нет, ничего не значит. Нам продиктовали правила, по которым мы имеем право поселять. А по которым не имеем право. Что? Деньги можете сказать? Там у него телефон, его ограбили. А по которым не имеем право. Я хочу помочь, его ограбили. Нету ни денег, ничего. Я здесь могу вам дать номер телефона, вот напротив есть гостиница, это самое, там уже поселяют по военному. Я за него заплачу, пускай ложится спать у вас. Я не имею права. Хорошо, я свой паспорт дам. А как я по чужому паспорту могу поселить другого человека? Короче, вот такая вот ситуация, ребята. Парень военный, есть военный билет, я готов за него заплатить, но его не принимают в хостере. Да, потому что такие правила проживания хостеров. Вот, покажи военный билет. Да что? Вот, есть, все, есть. Вот, сфотографируйте то, что вы снимаете. А зачем мне фотографировать? А зачем вы это делаете? Вот, сфотографируйте правила проживания. Вы же сказали, зачем мне фотографировать? Ну, а почему? А потом вы скажете, что администратор, не захотел администратор поселять. А у нас есть правила проживания, по которым я имею или не имею право поселить. У нас есть правила проживания.